Всем большой привет! Начинаем это видео в больнице. Сдаю сегодня анализ на ковид перед госпитализацией, собираюсь ложиться на операцию. И вот пришла в больницу в предпраздничный день, и смотрите, какая тишина, пустые коридоры. Я даже не удержалась и решила снять видео, насколько это необычно находиться в пустой больнице. Вернувшись домой, решила набросать примерный план кухни, как я её вижу. Вчера мы встречались с мастером по кухне, который делал нашу кухню в квартире. Он предложил сделать проект за деньги, естественно. Я сначала хотела согласиться, потом решила подумать, и в итоге поняла, что мне самой, в принципе, это под силу. Посмотрела, что мне нужно, как лучше это сделать, примерно набросала. И вот после этого уже буду просить обсчитать, сколько это будет стоить, и уже решать делать у него или у кого-нибудь другого. Это уже следующий день. Я приехала на татуировку, буду моделью. Татуировка мне за это будет бесплатна. Наверное, немного глупо делать тату в день перед госпитализацией, но так получилось. Я, конечно, переживала, что пойдёт что-то не так с татуировкой, или что в больнице на меня там наругаются. Но ничего, заранее забегая вперёд, скажу, что всё прошло нормально, в больнице никто ничего не узнал, и сама татуировка в целости сохранности заживает, как положено. После сеанса тату мы с Толей съездили в наш дом, решали вопросы по отоплению, и после этого снова поехали в Барнаул, в Леруа Мерлен, чтобы уже начать покупать всё необходимое. Поснимала немного наш поход в Леруа. Вот хотела купить горшочек себе под цветок, но не успела. Толя ходила в это время за тележкой, и я не успела выбрать его. Он позвал меня уже бежать скорее по нашим делам. Посмотрели с ним ламинат. Выбора, если честно, не очень много. Понравился мне лишь один вариант из всех, что здесь представлено. Но посмотрим ещё в других местах. Может быть что-то подвернётся. В этот раз не хочу белый, как и у нас в квартире. Хочу что-то более такое естественное под деревом. Ну и наконец-то мы пришли в нужный нам отдел. Покупаем мы сегодня радиаторы и всякие другие принадлежности для того, чтобы установить батареи. Цены, конечно, не слишком радуют глаз. Порой даже очень кусаются, но таковы реалии нашей жизни. Выбрали всё необходимое, купили и загружаем это добро в машину. Теперь нужно выбрать время, чтобы был свободен Толин папа, и они вместе с Толей сделали нам наконец-таки отопление, чтобы можно было уже подключать газ. 1 мая, друзья. Кто-то на шашлыки, а я вот еду в больницу. Еду на автобусе, потому что Толя сегодня в день, но мне там вполне нормально добираться, проехаться на одном автобусе, немного пройтись пешком, и вот я уже на месте. Ложусь я в железнодорожную больницу. Одна из привилегий работы на железной дороге – это медицина. Действительно, у меня к ней нет никаких нареканий, уже не первый раз, к сожалению, пользуюсь, хотя не хотелось бы вообще в это все ввязываться, эти все операции. Обходите меня стороной, пожалуйста. Больше не хочу. Но, тем не менее, только в ЖД больницы смогли помочь мне с ногой. Вот теперь мне делают здесь, удаляют грыжу. Все, конечно же, для меня это бесплатно. Хорошо, что я могу ложиться сюда, а не в какую-нибудь городскую непонятную больницу. Волшебным образом перемещаемся домой. Для вас прошла всего секунда. Я уже пережила операцию, но не стала в больнице больше ничего снимать. Я там лежала совсем недолго. Все прошло хорошо. И вот Толя привез меня домой. Сам поехал за Катей в Ребриху. Повезет ее пока что к бабе Наташе, потому что сегодня я еще в таком состоянии, что не могу нормально передвигаться, но уже заказала продукты в пятерочке. Потому что дома реально в холодильнике закончилось практически все. И в морозилке тоже. Я, конечно, не таскаю пакеты. Волоком протащила их по полу. Но вот такую вот закупку большую продуктов я сделала. Потратила, кстати, всего лишь 1800, но купила очень много. Сейчас покажу поближе. Итак, вот такая закупочка у меня получилась. Взяла кости свиные, буду готовить борщ, какой-нибудь еще суп. Дальше взяла бедра цыпленка. Это идет у меня тоже в основном на супчики. Голени цыпленочка. Буду готовить, скорее всего, их в духовке. Хватит, думаю, нам их на два раза. Фарш взяла. Хочу приготовить гнезда. Давно уже у меня лапша лежит для них. Все никак не соберусь их сделать. И еще взяла два вида купат. Беру их первый раз. Не знаю, какие они будут на вкус. Но купаты всегда незаменимая вещь в морозилке. Не знаю, что готовить. Достал купаты, в духовку засунул. И это очень вкусно. Хоть с картошечкой, хоть с каким-нибудь еще гарниром. Разлетаются на ура. Дальше у нас идет огурцы, бананчики. Еще немного фруктов. Яблочки и апельсинки. Взяла колбасу вареную. Первый раз такую беру. Не знаю, какая она будет на вкус. Молоко, сметана, майонез, овсянка, губки для мытья посуды. Ну и, собственно, весь мой заказ. Эти милости для Кати оставлю. Пусть сама их открывает потом, когда вернется домой. Считаю, что очень удачная закупка получилась. Выгодно и максимально все нужно. Достала я продукты из пакетов. И поняла то, что пора бы уже мне конкретно прилечь. Потому что шов уже начало тянуть, побаливать. И откровенно чувствовала себя неважно. Легла на кровать. Начала смотреть сериал. Подсела в последнее время на папиных дочек. Вот досматриваю второй сезон. Ну а после того, как я немного отдохнула, пошла все-таки доделывать свои дела на кухне. Вообще, я стараюсь сразу все полуфабрикаты подготавливать к дальнейшей готовке, чтобы это было максимально просто и быстро. Чтобы потом не ждать, пока разморозится целый тебе кусок большой мяса. А потом нужно еще будет его разрезать на маленькие кусочки. И начинать готовить остальную часть, убирать обратно в морозилку. Поэтому всегда, когда покупаю что-то такое, сразу готовлю из этого какие-то заготовочки для дальнейшего использования. В этот раз, так как у меня сил нет, да и перенапрягаться не стоит, просто распределяю по пакетикам. Решила разбить все бедрышки на порции. То есть, одно бедрышко у меня идет на одну кастрюлю супа. Каждая бедрышко в свой пакетик, чтобы потом всю эту массу не размораживать, а просто достать одно и сразу готовить. И ножки куриные. Сегодня также не буду их мариновать, как-то заморачиваться с ними. Просто разделю на две порции и уберу в морозилку. Всем привет! Я уже дома. Операция прошла успешно. Теперь осталось только, чтобы все зажило, чтобы уже вернуться к нормальной жизни. Сейчас я уже вполне нормально передвигаюсь, но чувствую еще, конечно, дискомфорт. Не могу сильно долго ходить, там что-то делать, потому что больно еще. Но уже гораздо лучше. И с каждым днем становится все лучше. Единственное огорчает только то, что теперь на полгода опять ограничения, опять нельзя заниматься каким-то, чем-то активным, поднимать тяжести, естественно. А я только думала, что вот, все, с ногой все решено. Запишусь в спортзал, начну нормально уже что-то делать активное, прям займусь собой, а по итогу опять все переносится. Плюс еще дом, нужно делать ремонт. Я хотела активно Толе помогать в этом, чтобы ему было, ну, как бы, и легче, да и все равно принимать участие. Не могу я просто так смотреть и ничего не делать. Но вот, как бы, придется себя поберечь. Такие дела. Сегодня, наконец-то, Толя после работы привезет Катю. Соскучилась в ней жутко. Давно ее не видела. Уверена, что она тоже очень соскучилась. И как раз, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо бабушкам, дедушкам, потому что они по-любому смотрят это видео. И я знаю, что без них мы бы не справились. Точно, уже не первый раз они нас выручают. Выручают постоянно. Не только из-за того, что я там уже в больницу, что мне какие-то там нужно от чего-то восстанавливаться, а и просто так. То есть мы спокойно можем Катю увезти, допустим, в ребрику на неделю. Она там живет, кайфует. Плюс к моей бабушке мы частенько ее возим. Сейчас еще подключилась Толина. Мама тоже забирает ее к себе. И поэтому как бы в этом плане мы вообще не страдаем. Всегда есть кому нас выручить. Но в этот же момент внутри меня возникает такое противоречивое чувство, что да, классно, мне нравится, что я могу в любой момент Катю просто увезти, сама расслабиться, отдохнуть или в то же время, не знаю, заняться кем-то своими делами или лечь в больницу спокойно, не задумываясь о том, что Катя не с кем будет посидеть. И получается, возникает у меня чувство вины перед дочерью. Я боюсь, что слишком часто, может быть, или слишком надолго, на большие периоды иногда приходится мне ее увозить. Особенно, когда дело касается какой-то больницы. Это реально надолго получается. Или вот история с ветрянкой. Она целый месяц жила, потому что я не болела, и я могла заразиться. Вот такие меры пришлось принимать. У меня чувство вины перед ней, то, что я вот так надолго ее отдаю. И надеюсь, что она как бы нормально к этому относится. Ну, вроде бы, ей хорошо, она слишком-то домой и не просится. Бывают единичные случаи, когда она прям хочет домой. И всегда с удовольствием едет к бабушкам, прям с превеликим удовольствием. Но все равно, как бы, внутри я чувствую какую-то вину перед ней. Надеюсь, все будет хорошо. И что это лишь мои загоны. Загонов у меня много. И что никакой травмы я дочке не доставляю такими действиями. Не будем углубляться в мои тараканы. Давайте лучше о чем-то более позитивном. Сегодня, наконец-то, Катю привезут. И вот сегодня Пасха. К сожалению, мой план о том, чтобы нормально с Катей к ней подготовиться, покрасить яйца, спечь куличи какую-то, вот все вместе так отметить. Первую нашу совместную реально Пасху. Такую осознанную. Никогда просто ее мы не отмечали вообще. Ну, не считая детства моего. То есть уже во взрослой жизни я никогда ее особо не готовилась, не отмечала. И вот я хотела завести традицию семейную, чтобы для Кати это было каким-то волшебным моментом. Потому что это все-таки важно. Из этого формируется очень многое потом. То есть семейные какие-то милые ценности, традиции, какие-то совместные праздники. Это надо делать. Но в этом году получается так, что сегодня вот она еще у Бабы Наташи. И придет домой только вечером. Но все-таки я сегодня встала и решила, что я могу дойти до магазина. Спокойненько, тихонечко дошла. Купила глазурь. И хочу испечь пряники. И будем с Катей мы их украшать. Пусть это будет даже завтра. Какая разница, какое-то число. Главное, что мы сделаем это с ней вместе. И это будет теперь наша семейная традиция. Так что в ближайших видео смотрите, как мы это все делаем. Думаю, в этот влог это уже не войдет. Завтра мне нужно будет еще съездить на перевязку. И как я понимаю, все. Останется только посидеть еще на больничном. Не знаю сколько. Завтра уже более подробно все узнаю. И выходить опять на работу. Уже отвлекла от работы. Так не хочется выходить, если честно. Но надо. И вчера немного прибрались дома. То ли он мне активно в этом помог. Ну то есть я говорила ему, что делать. И он все делал. Даже поменял постельное белье. Большое ему за это спасибо. Потому что если бы он не помог, я бы, наверное, сорвалась бы и сама бы начала что-то делать. Ну может быть не вчера, конечно. Вчера мне было не особо хорошо еще передвигаться. Но все-таки помощь. Сейчас это для меня очень ценный ресурс от близких. Ну что же, буду заканчивать свою болтовню. Спасибо всем большое, что заходите к нам в гости, смотрите влоги. Если вам нравятся мои видео, обязательно ставьте лайки. Это очень помогает развитию канала. Подписывайтесь. И увидимся в новых видео. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok